Два многоквартирных дома вдали от шума города. Берендино довольно необычный населенный пункт. Расположен он рядом с железнодорожной станцией. Но несмотря на удаленность в период пандемии, и здесь должны проходить все необходимые санитарные обработки. У жителей в связи со сменой управляющей компании остались несколько вопросов, главный из которых уборка в подъезде. Коронавирус преподнес сюрпризы. Это необходимая дезинфекция всех МКД, в частности всех подъездов при МКД. Ежедневная, подчеркиваю. Плюс проведение внеплановых генеральных уборок подъездов. Мы не могли дождаться управляющей компании по каким-то вопросам. Звонили, они не появлялись. Довольно долгие моменты. Окост травы у нас вообще годами не делался. Что сейчас делается. Вот с понедельника они обещают приехать окосить снова траву. Значит, генеральная уборка у нас буквально вот вчера проведена была во всех домах. Уборщица сейчас убирает тоже. Нет жалоб. В рамках проекта «Чистый четверг», чтобы пообщаться с местными жителями, в Берендино приехал не только начальник управления ЖКК администрации округа, но и представитель ассоциации председателей многоквартирных домов. У нас в городе работает очень хорошо ассоциация председателей совет многоквартирных домов. Несколько председателей вступили. Кто неравнодушный такой председатель, более активный. И хорошо мы очень работаем. Вот у нас Валентина Ивановна, председатель данного дома в станции Берендино, дом 1. Она является еще старостой данного населенного пункта. Человек очень активный. И дом был в другой управляющей компании. Когда они перешли, были трудности и в той компании, и в этой. Но тем не менее, они нашли конструктивный диалог и начали работать. Тенденция последнего времени такова, что в управлении даже общим имуществом дома принимают непосредственное участие собственники квартир. Они, как наиболее заинтересованная страна, активно решают коммунальные вопросы. Что мы и видим на примере этого небольшого населенного пункта. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.